Добрый день, в эфире программа «Мое слово» в студии, я, ведущий программы Юрий Мацарский, и с удовольствием представляю своего сегодняшнего гостя, Александр Кореньков, волонтёр исследовательской группы Центра изучения повстанческих движений. Александр, привет, спасибо большое, что пришёл сегодня. Александр занимается такими вещами, которые, скажем так, не очень привычны для украинских исследователей, вообще для учёных в Украине. Александр занимается изучением так называемого исламского государства, других группировок, связанных или не связанных с ним идеологически. Ну, в общем, так или иначе, тех группировок, которые ставят перед собой целью поведения так называемого джихада. Джихадисты, да. Джихадисты, да. Сейчас новость номер один мировая – это уничтожение, вроде бы как уничтожение, американским спецназом главы этого самого исламского государства Абубакра Аль-Багдаде. Давай, прежде чем вот перейдём к тому, что стоит верить сообщениям, не стоит верить сообщениям, вкратце объясним, как так случилось, что некогда никому неизвестный персонаж откуда-то, судя по всему, из Иракской Самары вдруг стал тем человеком, которым детей по всему миру пугают уже много лет. Ну, здесь предыстория довольно-таки интересная. Во-первых, это третий лидер так называемого исламского государства. Да, и каждый новый лидер что-то приносил вот в эту организацию. Если первый лидер – это был иорданец Абумуса Пазаркави, который, по сути, так называемый шейх-головорезов, который создал эту организацию и дал ей такой порыв, то Багдаде в этой роли выступал скорее как такой организатор, очень опытный и очень авторитетный человек для самих джихадистов, потому что есть информация о ней, и сами джихадисты активно ее используют и распространяют о том, что в Багдаде вообще происходит от самого племени пророка, пророка Мухаммада. Поэтому он в среде джихадистов в Ираке, он пользовался и пользуется большим авторитетом. Сам он, если говорить об его биографии, это человек, который, ну, действительно, в детстве, наверное, мало кто мог сказать, что он станет тем, кем он стал. Он учился в Самаре, это город в Багдаде, потом учился в университете багдадском. Недалеко от Багдада. Ой, город в Ираке, да, я перепутал, извините, да, город в Ираке. И потом в Багдаде он учился в университете, говоря, что получил PHD по религиоведению, то есть был дипломированным таким религиоведом. А после того, как началась операция в Ираке в 2003 году, он примкнул к одной из радикальных групп, стал там шариатским судьей, так как обладает определенными знаниями. И постепенно по лестнице там познакомился с Азаркавием. Познакомился с Азаркавием он сначала до того, как, или после того, как он побывал в американской тюрьме, это и пока не ясно. Но ясно, что он был в американской тюрьме, его недолго там подержали, 8 месяцев отпустили, как незначительного преступника или подозреваемого. И после этого он уже плотно вошел в круг джихадистов. Это получается такая вполне себе традиционная, такая корпоративная карьера, да? Ну да, да. Сначала закончил университет, получил научную степень, потом познакомился с нужными людьми, нужные люди ввели в определенный круг, ну то есть, ну вот фактически корпоративная карьера. Да, да. Многие бизнесмены, я не знаю, там какие-нибудь банкиры могут рассказать о себе примерно такое же. Самое интересное, что тюрьмы в Ираке после начала операции в 2003 году, это известная бугрейп, этот лагерь или камп бука, да, это две самых известных тюрьмы, они играли роль таких вот центров подготовки, даже каких-то центров знакомства, да, где встречались бывшие баасисты, которые также воевали против американцев. Баасисты — это партия Садама Хусейна. Да, это бывшие чиновники, официальные военные иракские и джихадисты, которые ринули просто туда волной через Сирию, через Иран в Ирак. И там они между собой знакомились, притирались и после этого формировали либо там, либо уже включались в существующие структуры. Так произошло и с Абу-Бакром аль-Багдади, который после выхода из тюрьмы плотно уже начал сотрудничать с Заркави, потом вступил в организацию, а потом по карьерной лестнице он всегда был таким шариатским судьей. То есть, ну, шариатский судья — это очень грубое такое сравнение будет, но это все равно, что политический комиссар у большевиков, да, то есть человек, который обладает идеологическими знаниями, который решает все эти идеологические вопросы. То есть есть военный мир, есть шариатский судья, который определяет, насколько это там правильно, неправильно. Есть политический лидер. Но вот у большевиков человек в таком ранге мог, например, решать, жить тому или иному человеку или не жить. Ну, я да. Та же самая история и у джихадистов, или там иначе немножко? Там немного иначе, потому что у них все-таки действуют такие системы советов. Это пошло еще от первых мусульман, шуры так называемые, которые принимают решение. Там единоличного на такое решение нет. Даже сам халиф, так называемый халиф Багдади, да, он все-таки советуется со своим кругом. У него есть там целая структура бюрократизирована, там исполнительная власть, которая называется комитет уполномоченных, там это есть потом совет шуры, там, то есть у него целая структура. То есть он не полновластный даже внутри своей, даже внутри своей структуры, он не единоличный, да, правительный? Он как бы, вся ответственность на нем, вот все решения на нем, но со всеми он советуется. И даже вот когда он в свою речь, эту известную в 2014 году с мечети Аль-Нури в Масуле, там, ну это первое публичное появление было, когда он там рассказывал, что почему он решил стать халифом, у него такая презентация была его собственная, да, то он говорил, что вот если я вдруг там отступлю от закона, то смело меня убирайте, то есть я как бы, я первый среди равных, так это назвал. Теперь нам нужно вот на чем остановиться, я считаю. Нужно объяснить, как он вообще становится халифами. Ну, в первую очередь, да, давай сначала объясним, что халиф – это глава всех мусульман, ну, по крайней мере, теоретически должен быть, да. И халифат – это некая государственная, одновременно религиозная, да, структура. Последний раз, последний халиф – это был османский император, вот после того, как в 20-е годы прошлого века Османскую империю разделили победителей Первой мировой войны, была ликвидирована империя, был ликвидирован халифат, соответственно, император перестал быть халифом, перестал быть главой всей мусульманской общины. Как вдруг теперь кто-то может стать халифом? Это просто, это вопрос, над которым сражаются все, если мы говорим о джихадистах, просто там идет война уже много-много лет по поводу того, кого признавать халифом или кого не признавать халифом. Одна часть джихадистов считает, что для того, чтобы стать халифом, необходимо согласие всех мусульман или хотя бы самых авторитетных ученых, улемов, то есть необходимо общее согласие мусульман. Другая часть джихадистов считает, что для объявления халифата необходима хотя бы сама территория желания. Даиш или исламское государство – это как раз представители этого более радикального направления. Они говорят, зачем нам спрашивать мнение всех мусульман, условно говоря, если у нас есть территория, у нас есть потомок пророка, потому что одно из основных условий – это чтобы халиф был прямым потомком пророка, то есть, да, чтобы это по ветви пророка Мухаммада. Говорит, вот у нас, как сказали, как говорили джихадисты исламского государства, они говорят, вот у нас есть потомок пророка, у нас есть большая территория, мы захватили Масул, чего нам ждать? В то время как Аль-Каида говорила, что для этого необходима куча условий, для этого необходимо, чтобы были Эмираты, которые потом выдвигали самого достойного, с которым соглашались самые авторитетные люди. А у Гилы, кто самый шустрый, тот и тот халиф. Да, и это, кстати, честно сказать, это сыграло им большой плюс, потому что среди салафитов, а салафиты – это такое радикальное направление в исламе, это такие последователи, как они считают, чистого ислама, то есть они даже одеваются, как одевались там в 7 веке, в нашей эры. Среди салафитов есть такое убеждение, что если кто-то провозглашает халифат, то их прямая обязанность – последовать этому халифу, то есть дать ему присягу. И то, что исламское государство провозгласило тогда халифат в 14-м году, это вызвало просто огромный поток добровольцев, которые ринулись в Ирак, и ринулись в Сирию, и присягали, наверное, исламское государство, потому что считали это обязанностью своей. Это разбило целый лагерь джихадистов. Вот теперь интересно понять. Мы сейчас подошли к тому, когда появился ИГИЛ, тогда, когда они объявили, что они, собственно, теперь халифат Аль-Багдаде халиф, они руководствовались тем, что и оперировали следующими доводами. Смотрите, у нас есть территория, на которой мы живём по тем законам, которые мы считаем теми самыми законами, по которым должен существовать халифат, поэтому приезжайте к нам, подчиняйтесь нашему халифу. Территорий-то сейчас больше нет. Нет, да. Но халифат, отменить-то халифат никто не может. Ну, никто не... Халиф Ибрагим, как он себя называет, Абу-Бакр Аль-Багдаде, он как оставался халифом, так и остался, даже без территории. Ну, так, по крайней мере, они так считают. Да, потому что, ну, то есть нет обратного такого решения, что всё, извините, парни, не получилось, давайте обратно откатаем. Ну, с Османской империей именно так и вышло, лишили титулы и всё. Ну, понимаете, что джихадисты, они-то примером своим считают не Османскую империю, они первых четырёх праведных халифов считают, то есть Абу-Бакра, Амара, Османа и Али. На них равняются. А ни один из этих халифов не самораспускал халифат. А Османская империя, они считают, что это было предательство, с одной стороны, Запада, который хитростью решил обмануть мусульман, а с другой стороны, самой слабой Турции, которая пошла на это, да, и предательство вообще не считают неверных, так как тот, кто распустил халифат, это Мустафа Кемаля, тюрк, он как бы не был религиозным человеком, как минимум, да, он не был таким улемой или учёным, то есть они не считают его за авторитет, поэтому это, они не воспринимают это. Хорошо, территории потеряны, Абу-Бакра Аль-Багдаде и его приближённые, судя по всему, уже несколько лет находились где-то в подполье, не сильно себя показывали, не сильно себя демонстрировали, что происходило вот с теми волнами людей, которые приехали со всего мира, ну и что там скрывать, и с Украины тоже какая-то часть людей туда-туда поехала. Что с ними сейчас происходит? Часть в лагерях беженцев, считается, что там более 10 тысяч человек в лагере беженцев, Аль-Холь, это иностранные боевики, ну или в том лагере, или они разбиты по другим лагерям, там целая сеть лагерей беженцев сейчас в Сирии и в Ираке, часть там прячется, часть в тюрьмах. Есть огромнейшие тюрьмы, которые контролируются сейчас сирийскими демократическими силами, или курдами по факту, да, и там куча иностранных добровольцев, и куча иностранных джихадистов. Потому что проблема в чём? Если думали так, что если вот победим, да, исламское государство, в том числе и коалиция так считала, то вот какая проблема? Тот, кто не погибнет, тот как бы вернётся домой, там их дома посадят, да, и будем так держать. Но страны, откуда родом эти джихадисты, отказались принимать их. И сейчас такая вот подвешенная ситуация. Люди, по сути, граждане других стран, которые виновны или подозреваются в участии в террористической организации, не могут вернуться и в свои страны, чтобы их там предали правосудию, да, и остаются вот на таком непонятном положении в лагерях беженцев или в тюрьмах. Но самое опасное в чём? В том, что в последнем своём публичном выступлении Багдаде открыто говорил, что наша цель – это освобождение этих людей. То есть представьте теперь вот в ситуации, когда Турция там вторгается в Северную Сирию, да, когда непонятно, кто будет контролировать эти тюрьмы, исламское государство начнёт атаки на эти тюрьмы, которые почти никем не охраняются. И освобождать будут эти тысячи людей, которые сейчас там находятся, которые ослоблены тем, что они, по сути, там, бесправно сидят в этих тюрьмах. Но уже это происходит, если я не ошибаюсь. Да, уже есть, да, Ай-Ниса такой лагерь, да, и тюрьма там Ай-Ниса, откуда убежали много людей. Говорят, что около 500 джихадистов убежало. То есть это огромнейшее число людей, которые могут присоединиться к исламскому государству. Есть даже такая интересная сейчас тенденция, что сам лагерь Аль-Холь, кто не знает, это лагерь в Сирии, да, в котором, по разным оценкам, около 70 тысяч человек содержится. Это все, кто бежал с территории подконтрольной исламскому государству. И сам лагерь Аль-Холь уже сейчас считается Вилаятом Аль-Холь. То есть его контролируют изнутри. Вилаят — это часть исламского государства. Его контролируют изнутри сами активисты, члены исламского государства. Там женщины ходят и следят за тем, соблюдают ли жители законы исламского государства. Там есть своя женская полиция Аль-Хизба, так называемая, религиозная полиция. Они убивают людей за несоблюдение законов исламского государства. Это в середине этого лагеря беженцев. В середине территории, якобы освобожденной от исламского государства. То есть вот такая ситуация очень сложная. И я думаю, что нерешение вот этих вот проблем с иностранными добровольцами, иностранными джихадистами приведет к тому, что исламское государство может еще и больше усилить за счет этих людей. Оно по факту не уничтожено сейчас. И независимо от того, погиб Багдаде, не погиб Багдаде. То есть я думаю, серьезно никакого влияния это не окажет на саму организацию. А вот та ситуация, которая сложилась сейчас в Сирии, в Ираке тоже мы видим, что там протесты, там нестабильность политическая. Только поможет усилиться исламскому государству. Нам нужно прерваться на новости рекламы. Вернемся через несколько минут. Мы остановились на том, что исламское государство возрождается, на то, что есть все шансы на то, что они вновь войдут в силу. Мы сейчас подходим к такой истории, как уход американцев с севера Сирии. Они долгое время там присутствовали, помогали активно и вооружением, и обучением, и деньгами курдским группам, курдскому ополчению так называемому. Потом они ушли, я так понимаю, что ушли достаточно быстро, оставив в частности те лагеря, те тюрьмы, в которых удерживались, по разным данным, от 14 до 16 тысяч людей, подозреваемых в причастности к исламскому государству. Что сейчас с этими тюрьмами? Что сейчас с этими людьми? Они их в чьих-то руках, или их просто оставили запертыми и ушли? Нет, ну, часть тюрем контролируют курды на тех территориях, на которых они остались. Часть тюрем якобы переходит под контроль турецким или турецким прокси, которые также обещают контролировать эти тюрьмы. В Ираке тюрьмы контролируются иракским правительством. Пока такой серьезной проблемы нет, то есть они не остаются без внимания. Кстати, по американцам, они вроде опять собираются возвращаться, то есть там непонятно. Но насколько я понял, они собираются немножко не в ту сторону возвращаться, они собираются перебрасывать силы южнее в ДРСО. Ну, там нефти, да, те нефтяные скважины, которые контролируют курды, они будут усилены американцами, но появлялась информация, может, неофициальная, о том, что якобы они хотят опять вернуться и в Кобани. То есть непонятно, что там будет, потому что это такая чехарда, где непонятно, кому верить. Но в любом случае, что с тюрьмами, с этими, понимаете, в чем такая особенность? Исламское государство в 2013-2012 году у них была такая кампания, называлась «Разрушение стен» или «Разрушая стены». Средненаправленная кампания по нападению на тюрьмы. И самым успешным нападением было нападение на тюрьму Абу Грейб, которая в менее 20 километрах от Багдада, от Багдадского аэропорта, она там 5-6 километров, эта тюрьма. Они напали на тюрьму, которая контролировалась иракским правительством и освободили оттуда несколько сотен джихадистов, которые потом влились в ряды и помогли им захватывать Масул и Ромади. То есть они даже в условиях стабильного государства в 2013-2013 году смогли освобождать и смогли нападать на тюрьму. В условиях Сирии, которая нестабильна, я думаю, это будет еще проще. Даже имея такие незначительные силы, которыми они располагают сейчас, они смогут нападать, освобождать. Незначительные это какие силы? Сколько человек, сколько тысяч человек? Чем они вооружены? Или это уже какие-то там случайные разрозненные отряды без серьезного оружия? Ну, сейчас по факту исламское государство в Сирии перешло в такую фазу партизанскую. Оно уже было в этой фазе в 2007-2008, до 2011 года. То есть они партизанили. Это такие небольшие отряды, которые баражируют по сирийской иракской пустыне и нападают на отдаленные объекты. Они действуют автономно, их немного, по разным данным я встречал и 3000 человек, и 10 тысяч человек, кто-то говорил, и 30 тысяч человек. То есть цифр нет, потому что как их посчитаешь? Есть такое предположение, что сколько их. Но это вот мобильные отряды, они ежедневно нападают, они нападают на глубину чуть ли не всей Сирии, то есть они в провинции Холмс могут напасть, это центральная Сирия, они могут в провинции Даразор напасть, они могут в провинции Дараа напасть, это вообще на западе, то есть на юго-западе. То есть они действуют на территории всей Сирии в таких небольших, ну в формате небольших отрядов. Но это не означает, что они не смогут там собраться вместе и атаковать целый город. Секретарь Департамента безопасности США Кевин Маккалинан, по его подсчетам, он на этой неделе об этом говорил, по его подсчетам, как минимум 14 тысяч бойцов ИГИЛ остаются сейчас в Сирии и Ираке. Я понимаю, конечно, что здесь не всегда можно верить представителям спецслужб. Почему? Потому что они действительно заинтересованы в завышении уровня опасности, потому что чем больше опасность, тем больше им выдается средств, техники, людей и так далее. Но тем не менее, эта цифра похожа на правду 14 тысяч как минимум? Я думаю, тут опять же, похожа, но кого считать бойцом? Кого они считают бойцами? То ли они считают кадровых бойцов исламского государства, которые бегают на техничках, ездят и стреляют, то ли у них же есть структура теневая, которую они выстраивали годами. Это обменщики, это люди, которые помогают им финансы, переводить через систему хавала, мусульманскую систему переводов. То есть у них есть целая система людей, которые помогают им разведданные собирать. Это гражданские люди. То есть опять же, кого считать бойцами? Если считать регулярных, может быть, я думаю, даже это, наверное, завышено 14 тысяч, потому что все-таки, наверное, у них меньше осталось. Те, кто с автоматом в руках по пустыне бегают. Да, да, это те, кто по пустыне бегает. Потому что будь у них 14 тысяч, я думаю, какой-нибудь город они бы себе уже захватили. А тех, кто, если считать всех сторонников или тех гражданских, которые им помогают, то это, наверное, даже заниженная цифра. Потому что есть племена местные, арабские, которые не поддерживают прямо, но не против ИГИЛ. Например, вот в провинции Хасака и в Дей-Разоре были протесты против курдов, местных арабских племен. И в провинции Дей-Разоре вообще ИГИЛ, подпольные ячейки ИГИЛ сейчас, или исламское государство, распространяют рекомендации и требования к местным жителям не сотрудничать с администрацией. То есть это прямые приказы. Тот, кто будет сотрудничать, тот будет наказан. То есть люди не сотрудничают. Учителя не выходят на работу, племены шейхи отказываются сотрудничать, люди не идут в армию. То есть это показатель власти. И куча таких, таких вот теневых структур, которые продолжают действовать. Это можно было бы назвать развалом государственных институтов, если бы государственные институты давно и сами по себе не развалились. Ну да, да. Ну, в том, вот, особенность исламского государства в том, что оно очень гибкое. Оно очень гибкое и очень бюрократизированное. С одной стороны гибкое, с другой стороны оно бюрократизированное. То есть эту политику на бюрократизацию исламское государство начало еще там 2010, даже раньше, 2008-2009 году, когда там, после смерти Заркави, новые лидеры, Абу Умара Аль-Багдади, и бывшие полицейские иракские, они начали выстраивать специально такую структурированную бюрократическую систему с приказами, с отчетами, со списками, с кадрами, с финансированием. То есть выстраивать государство. Они тогда, по сути, объявили первое государство, исламское государство Ирака в 2006 году. И они с того времени выстраивали такую систему подпольную. Доходило до того, что в Масуле, например, в 2009-2010 году нельзя было контракт на недвижимость, на построю какой-то недвижимости заключить без того, чтобы отдать откат гиловцам. Какой-то подпольный обком. Да, да, так и было. Они контролировали весь нелегальный бизнес. Контрабанду контролировали между Сирией и Ираком. То есть они контролировали племена контрабандные, которые занимались контрабандой. То есть у них была целая теневая экономика, которую они собирали миллионы долларов, еще не имея, по сути, не будучи тем и исламским государственным, про которые мы знаем. Они сейчас потеряли вот этот теневой бизнес? Они вынуждены были, не знаю, с кем-то поделиться, уйти с какой-то части вот этого вот самого нелегального денежного оборота? Или основные потоки все-таки сохранились за собой? Они скорее так реструктуризировали этот бизнес. То есть, по сути, если во время того, как они контролировали территории в Сирии, основой их бизнеса была нефть, они продавали нефть на черном рынке, получали за это деньги, то сейчас они занимаются тем, что вымогают просто из местных фермеров деньги. Вот, например, может, слышали, нет, в Ираке этим летом, начиная с весны, целое лето, полыхали поля сельскохозяйственные. И боевики исламского государства просто приходили к фермерам местным, требовали, либо даешь выкуп нам, закат, как они называют это, да, но это налог, либо мы тебе палим поле. И они полили поля. То есть, они до сих пор собирают, по сути, занимаются рэки там, они воруют людей, перепродают их или возвращают их, освобождают за выкуп. То есть, они контролируют нелегальные рынки, в том числе, вот, опять же, говорят, что в Масуле даже они сейчас начинают включаться в подряды по строительству, по возобновлению Масула. То есть, они уже там сейчас, в Масуле. То есть, у них вот осталась система. Я помню, в 15-16 годах, когда я в Ираке работал, там многие ездили продавать сельскохозяйственную продукцию, самую простую, начиная там с картошки и заканчивая баранами, ездили продавать на территории, контролируемой исламским государством. И я спрашивал, как вообще вам там не страшно? Ну, с одной стороны, страшно, а с другой стороны, ты на въезде заплатил бородатым какие-то деньги, а потом тебя никто не трогает. А если ты вот в Багдад повезёшь, здесь полиции заплати, за место на рынке чиновникам заплати, потом в санинспекции какую-нибудь заплати. Поэтому мы лучше туда поедем. С одной стороны, опасно, с другой стороны, больше заработаем. Ну да, есть такое. Я встречал о том, что турецкие, например, водители, которые возили в Ирак продукты питания, товары, говорили о том, что удобнее торговать с исламским государством. Почему? Потому что ты раз заплатил, и всё, и тебя никто не тронет. То есть там уже нету этих блокпостов, на котором собирают деньги, там нету системы, которая там себе дай, этому дай, этому дай. То есть у них всё было проще. Ну и из-за того, что они очень жёстко карали, то там считалось, что безопаснее. Ну опять же, это условно безопаснее, потому что боятся, либо ты боишься бандита на улице, либо ты боишься амниядчика, так называемого. То есть это сотрудника системы службы безопасности самого исламского государства. И непонятно, кто страшнее. Поэтому там условно безопасно было торговать. Ну да, я слышал о таком, что некоторые даже радовались, что вот наконец. Ну слушайте, вот в Масул есть видеокадры, где террористов, которые входят в Масул в 2014 году, их встречают там, митингами. Их встречают в Ромадди, в Фалуджи, и встречали митингами. Потому что в то время считалось, что да, ну это ж наши парни, суниты, а есть, которые, вот они нас защищать будут. Как-нибудь изменилось отношение с тех пор простых людей, простых, тех людей, которые когда-то поддерживал, те, кто помогал деньгами, встречал их, какие-то сведения передавал, где там находится блокпост, куда перебрасывают тех или иных там военных или полицейских? Я вот, опять же, экзитпоста никто не проводил, наверное, но есть исследования, где говорят, что да, много людей разочарованы, а есть исследования, где говорят, что есть люди, которые там не поддерживают, а хотя бы там скучают за этими временами. Но опять же, это все условности, потому что по факту как можно определить, поддерживают террористов или не поддерживают. Если они действуют на какой-то территории, то скорее всего они действуют с поддержкой местного населения. Или хотя бы с такой, с негласной поддержкой. Иначе потому что, ну, будучи там партизаном, подпольщиком, ты не сможешь долго просуществовать, тем более годами, если тебя не поддерживают местные, если тебе не помогают укрываться, если тебе не помогают там информацию добывать. То есть там, где они действуют, они сейчас действуют там на территории Ирака, там в нескольких провинциях, в Сирии они действуют, то, соответственно, там местное население, если не поддерживают их, то хотя бы не сдаёт их точно. Это правило действует везде, по всему миру, если ты подпольщик и партизан, террорист и так далее, то ты должен обязательно на какую-то часть местного населения. Это ещё правило было, наверное, придумано, даже не придумано, записано Мао Цзэдуном, да, и Че Гевара тоже его описывал. Кстати, я вот недавно встретил, что в своих работах по партизанской войне, военных, джихадисты изучают очень внимательно и Мао Цзэдуна, и Эрнеста Че Гевару, как вот примеры для анализа эффективности партизанской борьбы. То есть, и ещё те вот эти практики и теоретики партизанской войны, они на этом акцентировали внимание, что да, что без поддержки местного населения тут и ничего не сделают. То есть, со времён Че Гевара никто ничего нового не придумал для ведения... Не, ну для ведения партизанской войны нет. Инновация, если можно так назвать, исламское государство заключалась в том, что можно вести партизанскую войну такими средствами, как, например, смертники в промышленных масштабах. Да, Че Гевара до такого не додумался, но хотя у них был там тоже отряд смертников так называемый, но это скорее были самые такие отпетые, самые такие безбашенные парни, которые лезли в самое опасное место. Но буквально применять смертников в таких масштабах придумал именно Заркавий и исламское государство. Никто не додумался из террористов применять беспилотники гражданские для атаки. То есть это исламское государство одно из первых, наверное. В 2013-м были еще разные организации, там Аанса Радшари, окажется, которые применяли это. Но вот исламское государство выстроило целую систему. У них даже было подразделение пилотов беспилотных летательных аппаратов, которые занимались этим, целый батальон. Но я думаю, если бы во времена Че Гевары были беспилотники, он бы тоже догадался. Возможно, да. Но вот смертников они все-таки не использовали. Исламское государство использовало. Исламское государство, в частности, Заркаве, придумало эту тактику в промышленных масштабах подрывать автомобили, заминированные в публичных местах. До этого это считалось. Тем более, понимаете, в чем особенность исламское государство? В том, что они больше убивают мусульман, чем немусульман. Хотя они говорят, что не ведут войну с неверными, но, по сути, больше от их действий погибает как раз мусульман. Прерываемся еще раз на рекламу и новости. Вернемся через несколько минут. Напоминаю, Александр Кореньков, волонтер исследовательской группы Центра изучения повстанческих движений, гость сегодняшней программы «Мое слово». Мы в прошлой 15-й минутке остановились на том, что ИГИЛ, так называемое исламское государство, больше убивает собственных единоверцев, больше убивает мусульман, чем немусульман. Но это и понятно. Они действуют на тех территориях, где так или иначе, но большая часть населения это их же собственные единоверцы. И каким-то образом они же должны объяснять, почему они убивают своих единоверцев, для того, чтобы не потерять ту самую базу народной поддержки. Как они это объяснят? Вот в том-то и дело, что одним из инноваций, одной из инноваций, опять же, в кавычках, инноваций исламского государства было то, что они как бы без каких-либо зазрений совести начали использовать терроризм против мусульман. И это одним из первых, наверное, первым, это был Заркавий, который обосновал это идеяно. Он говорил, что нужно убивать мусульман-шиитов, потому что они первые, кто там наши враги, не американцы. Но они же не считают шиитов мусульманами вообще. Ну, например, против Заркавии, против этого подхода выступали в Аль-Каиде. И Усама бен Ладен и Айман от Завахири, они были против этого. И даже были там переписка такая жесткая между Заркавией и Завахири по поводу того, что Аль-Каид говорил, перестань убивать мусульман, мы теряем поддержку. Даже если мусульмане шииты, перестань их убивать, потому что это все-таки мусульмане. А Заркавий говорил, что нет, как бы, наша первая цель и главная цель это шииты. Он хотел, его стратегия была разжечь межконфессиональную войну. Межконфессиональную войну в Ираке. И когда возникнет такая ситуация нестабильности, он тогда сможет мусульманам-суннитам, на которых он считал, что он будет опираться, он может объяснить, что вот смотрите, парни, сейчас война, вас убивают шииты, мы убиваем шиитов, вы понимаете, что вы в опасности. Единственный, кто сможет защитить вас, это мы, потому что мы умеем убивать. Так и поступил. Да, он так и поступил. И по сути, это стратегия сыграла. И он действительно разжег гражданскую войну, межконфессиональную. И на фоне этой войны некоторые мусульмане начали действительно видеть в них защитников. Но когда у тебя есть выход или быть убитым со стороны твоего противника, или там быть убитым полицейским, а у тебя у самого оружия нет, то, конечно, хочется получить защиту от каких-то парней, которые умеют воевать. Даже пускай, если они такие жесткие, бородатые, бегают там непонятно с какими флагами. Но они хотя бы обещают тебе защиту за определенный налог. Да, он на этом сыграл. И самое интересное, что в самой структуре исламского государства есть, условно говоря, радикалы и умеренные. То есть, это для меня тоже было парадоксально поначалу, как это. Исламское государство самое радикальное, самое жесткое, самое жестокое террористическое организация, наверное, которая существовала когда-либо, не знаю. И все равно внутри этой структуры есть еще более радикальные. И эти более радикальные люди считают, что надо еще больше убивать мусульман. И более того, что есть такое понятие, как такфир. Это, по сути, исключение мусульманина из... ну и обвинение мусульманина в неверии. И есть определенные условия. Можно обвинять или нельзя обвинять, как определить, является мусульманина неверным или нет. И вот радикальное крыло исламского государства считает, что не только надо мусульман, которые, например, невежественны, ну просто они что-то не соблюдают, потому что не знают про это. Не только их нужно считать неверными, но и тех, кто знает про невежество других мусульман и не объявляет их неверными, точно так же можно считать неверными. То есть такой процесс... То есть истинно это только те, кто уже присоединился к ним, те, кто влился в их ряды. Но такие радикалы, они даже объявляли Багдаде неверным, считали его неверным, то есть лидера исламского государства. И исламское государство внутри там постоянно проходят чистки. Например, в 2014 году одного из главных шариатских судей казнили за то, что он объявил, по сути, лидеров исламского государства в неверии. И в 2015-2016 году казнили там. И вот существует такое сейчас противоречие, конфликт в середине исламского государства между умеренными и радикалами. И самое интересное, мне кажется, что гибель Багдади, если он действительно погиб, кстати, может ослабить лагерь умеренных и привести к появлению еще более радикальной организации террористической, еще более радикальной версии исламского государства. Что нас может ждать, действительно, если это сообщение о гибели Аль-Багдаде, о его самоубийстве при попытке захвата американским спецназом, правда, что нас ждет в этом случае? Есть несколько сценариев. С одной стороны, действительно, это может ослабить организацию, потому что два лагеря будут бороться за власть, будут пытаться найти нового человека, который подходит по всем параметрам, по всем критериям на должность халифа, потому что они не скажут, что халифат распускается. Они, скорее всего, будут искать человека, который точно так же, как и Аль-Багдади, происхождением от пророка, который имеет определенный авторитет, то есть может возникнуть какая-то нестабильность среди организации. Но мне кажется, все-таки Багдаде живой был лучшей Багдаде мертвого. Почему? Хотя кажется, это так вот странно, да? Потому что Багдаде живой это олицетворение неудачи проекта исламского государства. То есть даже внутри исламского государства Багдаде в последнее время начали критиковать. Ну ты смотри, ты довел халифат до лагеря беженцев. Мы контролировали территорию с размером Великобританию, да? А теперь вот мы здесь прячемся по лагерям, бегаем по пустыне. Это все вина твоя. И для новых поколений джихадистов он как раз был таким олицетворением такого стареющего неудавшегося халифата. Его гибель может привести к появлению нового, более радикального такого человека, который скажет, так, все, мы были не правы, потому что мы мало убивали, мы будем больше убивать, и поэтому халифат снова возродится. Это первая причина. Вторая причина. Багдаде был центральным, наверное, центральным барьером на пути переговоров и объединения аль-Каиды и исламского государства. До 2013 года это была одна структура, по сути. Аль-Каида и исламское государство это была одна структура. Это была, исламское государство это вообще была аль-Каида в Ираке поначалу. А Багдаде, в силу того, что он почувствовал уверенность и сказал, что нет, я контролирую там, то есть возник конфликт в том числе из-за Багдаде. И вот гибель Багдаде может снять этот конфликт. И условно говоря, аль-Каида попытается восстановить контроль либо какие-то связи с исламским государством. А представьте, если у нас получится вместо двух террористических организаций одна еще более мощная, которая скажет так, все, что было там, да, мы все это забываем, проблема у нас одна, один враг, одна проблема, давайте объединяться. И, ну вот, в этом, мне кажется, проблема. Ну и третья проблема гибели Багдаде в том, что радикалы могут захватить власть в исламском государстве. И тогда мы получим еще более радикальную организацию. Это вообще интересно, что радикалы в исламском государстве задают. Да, я же говорю, это парадоксально. Для меня тоже было. Да, да. Ну, самое, ну вот, это, поэтому живой, и, опять же, как показывает практика, убийство лидеров террористических организаций, религиозных, да, не приводит к развалу самих организаций. Ну, смотрите, в Хамазе убили шейха Ясина в 2004 году, и Хамаз после этого не распался, а захватил власть в 2006. В Аль-Каиде в 2011 убили Бен Ладена, и Аль-Каида после этого не развалилась. Она, наоборот, там получила в Сирии целые территории. То есть, Талибан. Не знали, жив он или нет. Его убили. Да, это не только основатель, но еще и идейный лидер талибов. И все, Талибан до сих пор воюет и более даже, он получает еще больше территории, завоевывает, еще больше эффективнее, еще более эффективнее. То есть, убийство лидера в террористической организации, если это религиозная организация, светские, это отдельная тема, если это религиозная, то оно делает из человека икону. Вот, например, если бы не убили Заркави, да, опять же, если до КБ это по отношению к истории неправильно, но все равно, если бы не убили Заркави, то его что не любили внутри движения сопротивления, он для всех был слишком радикальный, еще и орданец, да, иностранец, который переехал, тут учит нас, что нам надо убивать своих же сограждан. Против него были настроены многие движения сопротивления оккупации в 2003 году и в 2004-2005. Если бы его не убили, его можно, возможно, его бы свои бы убили, или, возможно, он стал бы одним из немногих лидеров, да, про которого бы забыли. Его, по сути, свои издали, да, американцы. То есть, если бы не убили в 2010-м Або Амара Аль-Багдаде, это второго лидера ИГИЛ, который вообще был никому неизвестен, он вообще, и он человек без боевого опыта, без какого-либо религиозного учения, ну, не авторитетный человек. Возможно, я бы тоже про него никто не знал, да, и оно само бы все развалилось. То есть, а нет, после каждой смерти, после каждой гибели лидера движение только развивалось, потому что появлялась икона. То есть, все говорили, ну да, может он был жестокий, ну вот смотрите, он погиб геройски. И Трамп, по сути, вот самое для меня парадоксальное, Трамп делает из Багдада икону. Вот эти вот рассказы о том, что он подорвал пояс смертника там в туннеле, что он там чуть ли не героически сражался, это, ну, это история для иконы. То есть, он своими руками делает нового такого. Вот несмотря на то, что мы сейчас обсудили, что, несмотря на любую гибель лидеров, все эти группировки остаются, более того, часто набирают силу, американцы охотились годами. И охотятся, да. А почему это происходит? Потому что они этого не понимают? Нет. Или у них какие-то свои цели не всегда совпадающие с целями остальной части мира, то есть, там, решить проблему терроризма, победить террористические группировки и так далее? Не, они просто, ну, во-первых, политика такая есть, да, это еще Рамсфельд опубликовывал свою известную стратегию о том, что... Глава Пентагона. Да, да, министр обороны, это еще, да, во времена Джорджа Пуша-младшего, он рассказывал о том, что ни один, ну, есть такая стратегия, что ни один враг Америки нигде не найдет убежище. То есть, если ты объявил войну Америки, да, то в любом месте мы тебя найдем и убьем. Это вот, ну, такой вот принцип. Они всегда этому принципу следуют, несмотря ни на что. Другое дело, все-таки убивать лидеров может быть эффективно, да, это может, ну, это же не обязательно, что если вы убили, там, человек, лидера террористической организации, то она обязательно станет мощной. А может быть, она распадется, может начнется конфликт внутренний. То есть, и самое главное, когда вы убиваете лидера террористов, то другим террористам вы показываете, что, как бы, за вами тоже придут, да, то есть, рано или поздно вас тоже убьют. Здесь вопрос в мотивации. Если главной мотивацией членов вот этой террористической организации является материальная, то есть, заработать денег, там, власть получить, то, скорее всего, вот убийства лидеров их заставит, типа, ну, все, ладно, мы как бы пойдем. Поэтому светские террористические группы, как правило, после гибели лидера либо распадались, либо шли на попятные. Ну, да, ну, хорошо, мы передумали. А религиозная вот здесь особенность. Для них погибший лидер, это как бы уже, уже пример. Икона. Да, икона. если ислам, джихадисты, они бравируют этим везде и постоянно, что вот они как-то не говорят. Мы боимся, мы любим смерть больше, чем вы любите жизнь. Поэтому, что вы с нами сделали? Убивайте нас, не убивайте. И все-таки, какова вероятность того, что Аль-Багдаде действительно мертв? Почему я сейчас говорю? Потому что нам давно уже, несколько дней нам рассказывают, что его убили, сам Дональд Трамп, какие-то подробности, фото собачки показывают, которая вроде бы как гналась за ним. Но при этом, скажем так, нет каких-то конкретных вещей, которые бы нам продемонстрировали, как в качестве железного доказательства. Что я имею в виду? Видеозаписи, фотографии, может быть, какие-то, не знаю, какие-то... Бланк ДНК, например. Да, например. Да, вот почему нас так много дней держат в неведении, почему нам просто говорят о том, что да, ребят, поверьте. Ну, потому что раньше как бы это проходило, например, с Бен Ладеном, да, после операции, там, копье Нептуна, его же не показывали фотографии. И все сказали, Бен Ладен мертв, и все как бы да, поверили. Ну, и так оно оказалось в действительности. Потом Аль-Каида подтвердила, сказала, что да, что Бен Ладен мертв. Здесь меня беспокоит, и как бы вызывает сомнение другое. Почему Багдаде оказался на территории провинции Идлиб, которая контролируется врагами Багдади, то есть которая, ну, которая убивает друг друга везде, не только в Сирии, а и в Йемене, например, там, Аль-Каида, и почему он оказался в доме человека, который связан с группировкой Харасаддина, ну, просто, это Аль-Каида в чистом виде, да? Почему, почему он там оказался? Почему действительно нет фотографий? Неужели нельзя было сфотографировать хотя бы друг? Почему нет видео самой операции? Почему, почему молчат все остальные, в том числе и террористы, хотя, ну, не могут опубликовать сообщение? То есть нет достаточно вот, вот, материала. Все вызывает сомнение. Все вызывает сомнение, потому что публикуются фотографии, которые не относятся непосредственно, к самой вот операции, там, да, казалось бы, фотографии собачек, видео непонятное, где непонятно, что происходит. То есть такое ощущение, что, что, либо американцы сами не уверены, кого они, собственно, убили, и пытаются вот через такой вот информационный шум, как бы сказать, что да, да, вот мы им убили. Либо они убили не того, и не хотят в этом признаться. И самое, тоже самое такое противоречивое, это, там же не, было убийство не только Багдаде, да, там было убийство Абу-Хасана Аль-Мухаджира, это второй человек, в организации. А интересно, проблема в том, что этот человек вообще не знает, как он выглядит. Если Багдаде хотя бы появлялся, то как выглядит этот человек, вообще никто не знает. Кроме того, что он Абу-Хасана Аль-Мухаджир, и его голоса, никто не знает, как он выглядит. И когда курды сообщают, что да, вот взрывом машины, в машине там убит Абу-Хасана Аль-Мухаджир, откуда вы знаете? Как вы узнали, что это именно этот человек? То есть, понимаете, вот такие вот, возникает много таких вопросов, которые заставляют сомневаться. Конечно, хочется верить президенту США. Все-таки, я не думаю, что человек решил просто для того, чтобы снять напряжение по поводу импичмента, выдумать историю. Тем более, не только он один, там и военные тоже заявляют. Но, с другой стороны, Багдади убивали раньше. В 17-м году министр обороны России вообще заявлял, что мы там убили 300 джихадистов, в том числе и Багдади. И 10 Багдади. Да, и 10 Багдади, да. И Багдади убивают еще. В 2019 году еще иракская армия заявляла о том, что они схватили Багдад. Спасибо большое, Александр. Напомню, Александр Кореньков был гостем сегодняшней программы «Мое слово», волонтер исследовательской группы Центра изучения повстанческих движений. На этом прощаемся. Всего доброго. Счастливо. Все, спасибо. Спасибо.